Итак, это, естественно, Стар Дивали, мы с вами продолжаем. Как помните, в прошлом выпуске Пенни сказала, что она хочет улучшить спальню. Я не знаю, что она сделает, посмотрим. У нас с вами первый день лета, и я хочу этим летом, вот сейчас вот как можно быстрее, заработать 100 тысяч. Для того, чтобы можно было построить подвальчик. То есть, чтобы у нас был как раз винный погребок. Как понимаете, у нас всё полностью здесь погибло, всё, что было в прошлом году. Сейчас нужно это всё лихо убирать. Естественно, высаживать летние культуры. И я надеюсь, что вот именно как раз с фермы, то есть именно вот с этих культур, дальше с животных, мы с вами будем получать основной достаток. Давайте сейчас быстренько всё это уберу. А, да, кстати, у нас с вами кролики должны, скорее всего, были подрасти, сейчас посмотрим. Это, конечно, не стопроцентно, но... Нет, ещё не выросли, понятно, ещё маленькие. Ну, это на самом деле логично, потому что мы их по большому счёту только-только купили. Они ещё детёныш, у них конкретно как раз в днях считается. Хорошо. Этих погладили, давайте выпустим. Мёд у нас получился абсолютно обычный, а именно поэтому я предлагаю сделать из него медовуху. Только дождёмся, когда пиво сварится, и после этого закажем медовуху. Вообще, я хочу, чтобы у всех животных было своё помещение, то есть у куриц своё, у зайца своё у кроликов, у уток своё помещение. То есть это нужно будет всё строить. Это оставим, предположим, под курицей, будем там их размножать, чтобы делать майонез. А кроликов или наоборот кроликов оставим здесь, а переселим курочек в другое место. Давайте сейчас с вами быстренько поставим делаться майонез как раз. То есть, сейчас, секунду, сюда заглянем. Да, вот это выкладываем. Кстати, у нас 29 тканей. Ткань, по идее, довольно-таки дорогой ресурс, и мы можем при помощи неё очень неплохо заработать. Выпускаем всех погулять. Есть проблема в том, что как-то не очень много травы. Нужно купить семена травы и здесь посеять, потому что им тупо нечего жрать. Эта проблема ещё появилась в прошлом сезоне, я её так и не решил, так что собираюсь обязательно решить в этом. А чё за письмо новое? Странно. Ну-ка, совершенно секретно. Вот рецепт моего любимого черничного пирога. Никому его не рассказывай, я делюсь им с тобой, потому что мы с тобой хорошие друзья. Пьер. Кстати, если уж на то пошло, действительно, Пьер, скорее всего, очень любит этот черничный пирог. Нам нужна будет черника. И вот как раз сейчас можно летом посадить. Блин, три бидона стоят 1300. У меня этих бидонов просто немерено. У меня этих бидонов просто немерено. О, красная капуста появилась. В общем, ладно. Из волокон делается рассада травы. То есть, действительно, можно на самом деле купить рецепт и не париться. Это раз дальше. Семена мака сажать летом через семей, вырастет ярко-красный цветок. Давайте покупаем. Пускай будет 30. Дальше. Семена черники, потому что я не сохранил. О, деньги все. Деньги тю-тю, подожди. Майонезик тебе. Давайте вот так вот, хорошо, 36. Слушай, нет, секунду. Если на то пошло, если молоко действительно такое дорогое. Давайте сгоняем сейчас, возьмем и принесем все, продадим к чертовой матери. Таким образом мы с вами реально очень много денег заработаем. У нас с вами 66 бетонов, вот такого как раз молока. Естественно, майонез, ну, все-таки я думаю, что большие яйца. Возьмем одно яйцо, проверим, сравним там с баночкой майонеза одной. То есть, вот такой золотой звездой. Я вижу трюфель, какой ты молодец. Молочина, просто обалдеть. Нужно траву сажать, по-любому. У них трава заканчивается. Джем, морожка. Сыр мы с вами еще сделаем. Сыр сейчас заберем. Здесь вроде больше ничего интересного нету. Здесь я хотел, ну, можно алмазы немножко отсюда подпродать. Штук 5. Да даже 6, потому что они производятся постоянно. Остальное пока что не трогаем. Одно яйцо стоит 228. Майонез 342. Хорошо. То есть, естественно, майонез получается лучше по-любому. И, естественно, из такого яйца просто не может получиться вот такой плохой майонез. Ну, это физически, мне кажется, невозможно. Но прямо сейчас мы его все-таки продадим, чтобы не таскать туда-сюда. Пивасик пошел. Сыр пошел. Дикий мед оставим. Это ерунда. Там смысла продавать нету. Джем из морожки. 1200 за 20. Ну, пускай уходит. Ладно. И мы с вами вот так вот в первый день подняли 44 тысячи. А алмазы продаются просто не тебе. Ну-ка, нормальное задание. Давайте возьмем. Приветствую. У меня тут намечаются рекламные акции. Я думаю предложить немного товаров по слегка премиальной цене. Не знаете, где расчетливо торговец может найти 25 единиц овощей золотого качества? Вот это возьмем. Вот это мне интересно. То есть, мне нужно сначала собрать урожей вот этого качества. А потом, естественно, его еще им продать. Продолжить, как в прошлом году, поднимать отношения с тобой вот таким образом. Ну, это, конечно, кощунство. Я понимаю, отрата денег. Лови. А это мне спасибо. Да, тебе. Заперто. Черт, я чуть-чуть не успел. Ладно, плевать. Так, давайте посмотрим, что у нас там происходит с семенами травы. Рассада травы. Ну, давай штук 10 сделаем. Хорошо. Этого пока что будет, мне кажется, достаточно. Она же дальше разрастаться должна или как? Без понятия. Вот сейчас проверим, на самом деле. Так. Зверюхи. Вы заползаете обратно. Это хорошо. А, я ткань забыл ему скинуть, да? Ну, ладно, в принципе. А, оу. То есть, вот так вот. Хорошо, окей. У нас, наконец-то, эта штука проросла. Сладкая ягода. У этой ягоды самый сладкий запах из всех, что вам наводилось нюхать. Зараза, нужно сейчас есть на Википедии, смотреть, что с ней делать. То есть, ну, я так понимаю, что она чертовски ценная, потому что она продается по тысяче у этой торговки. Больше я нигде ее не встречаю абсолютно. И она типа одна. То есть, естественно, сейчас нужно идти размножать, потому что это вообще не дело. Нам нужно размножить, как можно больше таких посадить. Ну что, закинем. Надеюсь, что что-то годное выйдет. Ох, это будет обидно, если какой-то шлак. Это будет чертовски обидно. Ну-ка. Три. Три редких семечка. Вот это хорошо. Да подожди ты, со своим поздним временем я еще не закончил. То есть, нам нужно по-любому сейчас одного посадить сюда. Я думаю, куда теперь еще сажать, потому что их нужно сажать вместе. Давайте уберем вот здесь вот это добро. Плюс дыни выросло. Вообще, на самом деле, повезло, что так вышло, что именно три семечка, а не какой-то шлак. Тихо. А, это место уже удобрено. Хорошо. То есть, удобрять больше не нужно. Здесь уже полит, удобрено. Все, пойдем спать. Кофе сегодня собирать не буду. Кофе и так много. И, в принципе, варить его просто негде. Интересно, вот у нас с вами есть с ней дневной разговор. В прошлый раз, в прошлом выпуске, мы поговорили с ней там часов в шесть вечера. Я зашел, еще какой-то разговор был. Где-то муравьи становятся особенно активными. Я могу смотреть на них часами. У них там, похоже, довольно сложная цивилизация. Я смотрю, у тебя много дел, Пенни. Ладно, хорошо, пойдем. Нет, стой. Музыка мне здесь нравится. О-о-о. Класс. Медовуха. Товары собственного производства. Напиток из бродившего меда пейте в меру. Прикольно, блин. Он, наверное, классный. Черт ебал с удовольствием сейчас. Ладно, хорошо, проехали. Давайте вот этот медочек возьмем. И то, что даже с сандалем. То есть, мне вот сейчас интересно посмотреть исключительно на то, сколько он будет стоить. Будет ли разница. Или, например, вот действительно не стоит этого делать. Делать, например, из такого меда медовуху. Давайте посадим чернику. А вот тут мы с вами все засадим пшеницей. Наконец-то пришло твое время пшеничка. Можно тебя здесь посадить, потому что где-то и осенью можно сажать ее здесь, а не там как раз в теплице. Там как раз тоже прорастет. Я не знаю, что я буду с тобой делать. Наверное, разберу на семена. Я тоже посажу здесь где-нибудь. Но, сами понимаете, растет она очень быстро. Кстати, мне нужно еще немножечко удобрений. 16 900 за ткань. То есть, в этом вся фишка. Одна шерсть стоила 800, а ткань стоит 564. Я не вижу ткани хорошего качества. То есть, если мне везет и получается 2 ткани, а там где-то 50% шанса, если не ошибаюсь, то это получается 1000. Ну вот, там раз на раз не приходится. И порой не каждый раз выскакивает как раз по 2 ткани. Я даже не помню такого. Ну, то есть, ладно, 16 000 отсюда. Медовуха. Медовуха получилась из обычного меда, то есть, который стоил по 100, соответственно, по 200. Окей, это с вами продаем. Но трюфели хорошие, их трогать не будем. Я тебе хотел подарить нормальный подарок в этот раз. Все-таки, ну, более-менее. Держи. Окей, можно еще и поговорить с тобой, чтобы немножечко это сгладить. Мою вину перед тобой, потому что это прям трындец был. Я согласен. Пьер, подожди. Ну ладно, опять три звезды. Три сердца. Чего же звездами называю? Три сердца. Ладно, бог с ним. Все, пока что с этим закончено, потому что 66 000. Нужно ждать следующих урожаев. И, естественно, уже с них разживемся деньжатами. Вот у нас с вами появляется вторая медовуха. Как помните, та медовуха стоила по 200. Интересно, сколько стоит эта медовуха. Потому что если тоже по 200, это абсолютно точно значит, что нет смысла ее такую продавать. Ладно, скидываем пока что сюда. Вечером проверим. Естественно, все вот эти трюфели убираем вот сюда. Если не ошибаюсь, из трюфелей можно получать масло. Потому что... А, у нас с вами где-то здесь есть пресс для сыра, это не то. Майонезный. Где-то я же тебя видел. Вот, пресс для масла. Используется для изготовления трюфельного масла. Именно трюфельного, никакого другого. Слизь, твердая древесина, золотой слиток. Как думаете, вот оно будет лучше, чем трюфель? Ну, дороже? Ну, скорее всего. Давайте сделаем. Почему бы нет? То есть, в принципе, твердая древесина у меня есть. Нужно, кстати, побольше собрать, потому что что-то совсем мало осталось. Золотишко нужно поплавить. И делаем, наверное, один. Больше делать не будем. Да, хорошо. Могли бы кто-нибудь в подарок, что ли, подарить? Господи. Будешь стоять пока что вот здесь вот. И выдавливать не из обычных вот таких вот трюфелей. Естественно, трюфельное масло. Закидываем туда. Я ж самое главное забыл. Лето началось. Лето же, чёрт побери, началось. Мне нужно ходить каждый день обязательно сюда, вот в тайный лес, искать эти папоротники съедобные. Потому что, если бы я в прошлом году их там собрал, да даже лапку, на самом деле, продавала она. То есть, можно было бы это закрыть, выполнить это задание. Вот только как эти папоротники выглядят, вот это, на самом деле, непонятно. Но, по идее, где-то здесь должны быть. Трюфельное масло. Ладно, хорошо. Завтра посмотрим, сколько стоит. Но, скорее всего, она используется где-то в готовке. Это, опять же, нужно проверять. Мы же из подсолнечника тоже, скорее всего, масло можем получать. Так, смотрим. Что мы здесь продали? Ага, медовуха тоже по 200. То есть, абсолютно нет смысла делать медовуху вот из такого мёда. Понятно, всё договорились. Да и вообще нет смысла делать медовуху, когда можно делать пиво. Вау! Она перестроила. Алекс, доброе утро. Это красиво. И ты там, типа, в шоке была, а она в тумбочке. Понятно. Ну, да, нужно было нас выкинуть куда-нибудь на середину комнаты. Не замечаешь ничего необычного мягкого? Я сама подбивала вату и это покрывала. Ну, слушай, прикольно. Это действительно круто сделано. Ну, что ты о нём думаешь? Сундук? Да оно прекрасное. Это действительно классно. Я рад, что оно тебе нравится. В доме становится уютнее, правда? Окей, а эти тумбочки, они функциональны? Пенни столько всего делает по дому. Теперь тут очень уютно. Нужно ничего не подарить. А дыни у меня нету. Ладно. Стой. Подожди. О! Тихо. Я придумал. Ес. Пенни, ну ты даёшь. Давайте постельку вот сюда. Что-то как-то задвинулось. У меня немножко несимметрично было, да? Я тут переставлял туда-сюда, видимо. Ну, а чё не ставится? А, вот так вот, хорошо. Сундук с моими украшениями. Просто всё поднялось и закинулось сюда. Молодцы, молодцы. Это грамотно сделано. Кстати, телек мне совершенно не нравится. Блин, ладно. Ну, поставим его пока что. Это единственная у меня возможность связи с внешним миром. Посмотрим, что у нас. Королеву соуса. Повтор, я не смотрел в прошлый раз. Полный завтрак. Снимал. Хватит энергии на целый день. Спасибо. Такое мы не умели делать. Эй, не нужно. Предсказательница. Ну-ка, сегодня духи в ужасном расположении духа. То есть не стоит сегодня ничего такого сделать. Чё-то целый час потерял, пока пытался вылезти. Ладно, давай, езжай в город. В город хим нужно. Пошли, посмотрим, что там у нас. Так, ещё один алмаз. Да, кстати, алмазики-то продать можно. Вот, что я хотел к Гюнтуру сходить. Продать алмазы. Давайте вот так вот сделаем. Раз. Дальше выкидываем сюда всё, что нам не нужно сюда. Ста. А вот это интересное кино. Если сюда волокно убралось, то где оно? Семь штук вот здесь вот. Ну, это ерунда. У нас есть 260 крыльев летучей мыши. Ну что, интересно, так же повезёт мне или нет? Давайте кидаем сладкую ягодку сюда же. Я сейчас заглянул на Википедию. Посмотрел, что за сладкая ягода. Из неё ничего делать нельзя. Исключительно продавать вот в таком виде, как она вырастает. То есть, вот если мы сейчас... Да. Если мы сейчас получаем одно семечко, то это вот сейчас вот получилась невыгодная фигня. В том плане, что... Подожди, а у нас есть деньги хорошие. Вот давай сюда, на самом деле, посадим. Так вот, я объясню, что произошло. Она стоит очень дорого. Она стоит там порядка трёх тысяч, что ли. Соответственно, мы её за тысячу можем покупать, по одному семечку сажать и продавать за три тысячи. Это выгодно. Но всё-таки есть шанс, что мы с вами размножим, и всё будет нормально. И тогда у нас с вами получается, по большому счёту, с одного тысячи... Девять тысяч. Ну, что-то типа того. Ну, плюс там ещё качество, вот эти все дела, естественно. Если она хорошего качества, то будет лучше. Ну-ка, я вас подоил же? Да, я их подоил, уже всё хорошо. Есть! Вот он он. Вот он, съедобный папоротник. Ну, наконец-то, господи. Я уже думал, я его никогда не найду. И причём вот, ну, на самом деле, я, мне кажется, собирал в прошлом сезоне. Не собирал, разве? Ведь он по-любому был. Плюс. Вот это очень сладкая ягодка. А не тебе ли её мне нужно отдать, мне интересно? Я пока что отдавать не собираюсь. А у меня вообще-то её и нету. Ладно, если придёт как раз у нас с вами торговка. Я просто самая дешёвая стоит три тысячи серебряная, там, ну, не помню уже сколько точно. Но вот, как бы, самая дорогая, четыре с половиной тысячи. Ну, видимо, три тысячи три семьсот пятьдесят четыре с половиной. Скорее всего, вот так вот. То есть, это безумно выгодно покупать у торговки просто по тысяче и потом за три тысячи продавать. Да, конечно, много времени занимает. Но, с другой стороны, ничего выгоднее в этом плане здесь просто нету. Также я решил заморочиться и поднимать отношения просто со всеми, насколько я это могу. Потому что нужны рецепты. Рецептов нифига нету, но это я уже вроде озвучивал. Так, дружище, держи тебе грибок. Ты его любишь, я точно знаю. Ага. И давай посмотрим, что у нас вообще по отношениям. Пять сердечек в общей сложности. Плюс я так прикинул, если мы с вами хотим хорошенечко формануть камни и уголь, можно это сделать очень просто. Берем бомбы, ну, там, выпадают, естественно, в подземельях. Я это уже, наверное, озвучил в одном из выпусков. А, может быть, и вырезал, кто ж меня знает. Я тот еще вырезатель. Мы с вами летим в карьер. Как видите, у нас здесь дофига всяких разных камней. Ставим бомбу. И получаем ресурсы. Давненько нужно было это сделать. Что мне делать с этим холодильником? О! Че? А почему он раньше не поднимался? Заглюб какой-то. Ладно, пускай здесь стоит. Стоп. А это я поднять не могу, то есть он там, где должен быть. Все, хорошо, я понял. Ладненько. Так, здесь ничего интересного. Это я морозное живото вчера поставил. Нужно, на самом деле, все еще поставить. Давайте. Морозное живото пошло сюда. Нужно что-то выложить, потому что карманы забиты всякой ерундой. Я занимался золотыми слитками. Хотел улучшить кирку. Потом подумал, не-не-не-не-не-не. Дом, дом. Сначала дом, потом кирка. Дальше. Я все время должен проверять, что у меня происходит здесь с деревьями. Потому что четыре клетки вокруг них ничего не должно расти, как я понимаю. Но деревья уже прорастают. Вот здесь вот любят появляться всякие камушки, листочки, травинки. Вроде сейчас ничего нет. Все хорошо. И смотрим, что у нас тут. Крольчатки выросли и стали давать шерсть. Шерсть пока что стандартная, но мягкая, пушистая. Фишка в том, что... Странно, что это детеныш на самом деле? Или... Нет, это вот он дал. Понятно, это мурзик обычный. Так вот, да. Помимо шерсти, когда у них будет побольше сердечек, они могут дать, сами понимаете, кроличью лапку. Но может случиться что-то веселое, типа продается у торговки, да? То есть такое вполне тоже возможно. Пока что шерсть идет сюда. Ну, вообще такую, да, простенькую, некачественную, я вообще-то на самом деле нет. Превращаю в ткань. Здесь тоже можно было бы доилку уже поставить, но нет, мы с вами копим на дом. Давайте закидываем это добро сюда. Окей. То есть таким образом мы с вами выполнили пока что 9.9 из 25. Это легко на самом деле. То есть сейчас еще прорастет, мы с вами выполним. А здесь я хотел продать раз-два. 36, еще 12 тысяч. Уже 80, хорошо. Больше пока что ничего не продаем, это копейки стоит. Вот. Трюфельное масло. Тысяча золотых. Это с учетом того, что золотой трюфель стоил 900 с чем-то. Это я... Это я для чего вообще принес-то? Это я хотел Льюису, и опять забыл, что с Льюисом у меня все замечательно и полное отношение. А, в принципе, я жду сейчас... А, вот. Вот это я хотел продать, да. Джем-морошка 360. Так вот, я жду, когда будет хорошая удача, чтобы съесть вот этот обед на удачу. Правда, мы еще и готовить умеем, но вообще замечательно. И пойти порыбачить, потому что все-таки летнюю я собираюсь поймать. И вот теперь-то, имея трюфельное масло, мы с вами можем сделать оттен дождя, который... Ну, в принципе, нужен весной был бы, да? Чтобы вызвать дождь и порыбачить, поймать ту рыбеху. Или, например, зимой, чтобы с Пенни можно было зимой пожениться. Ну, естественно, сделать ей предложение, купить кулон. И без этого тотема невозможно было зимой вызвать того торговца, потому что он появляется только в дождь. Что поделать? Приходилось читать комментарии вот эти зимние, что что ж ты забыл про Пенни, когда сделаешь предложение Пенни? Зима, дождя нету. И тотема тоже у нас с вами не было, да, Пенни? Теперь все есть, у нас все хорошо. Так, ладно, хорошо, пойдемте дальше. То есть, что-то тут засиделся 13 часов. Что я хотел сделать? Я хотел зайти в теплицу и посмотреть, что можно рассадить, что вообще можно там провернуть. Потому что у меня есть семена клубники. Они растут только весной, да. И вот сейчас можно бабахнуть их туда и на самом деле начать выращивать клубничку. Но только нужно обязательно сделать побольше обычных хотя бы удобрений. Обычных сделаем. Не будем сейчас особо загоняться по этому поводу. Этого будет вполне достаточно. То есть, у нас 47 семян. Соответственно, и удобрений сделаем примерно столько же. Я понимаю, что остальные тоже не шибко дорогие. Ну, типа, нормально, нормально. Там и так очень хороший шанс. Я хотел продать крыло летучей мыши. Начал искать, что из нее делается. И обнаружил, что из нее делается громадвод. Но, в принципе... Слышите, да? Слышите. Раз, раз, два. Сделаем еще парочку. Мне интересно, вот эти аккумуляторы, их можно продавать или нет? Потому что, по большому счету, это вообще... Деньги из ветра, если так можно выразиться. Из дождя, из грома. А, будет работать только тот, который ты изначально поставил. Воу. Понятно. Ну, ладно, хорошо. В следующий раз сработает. А все остальное можно спокойно продать, потому что они не нужны. Так что прямо сейчас берем с вами клубнику и просто сажаем сюда. Ну, сегодня духи, похоже, нейтральные. Ладно, у нас с вами пятница. Пенни, привет. Я, на самом деле, помню, у меня с ней разговор был, когда я люк рано спать. У меня есть такое ощущение, что... Ну, в смысле, мы просто разговаривали. Если я так буду приходить 2 часа ночи, или во сколько там прихожу? 12 часа, у нас детей с ней точно не будет. Ладно, давайте попробуем пораньше сегодня лечь. Посмотрим, что из этого произойдет. Ну, или вообще... Ну, вообще, нужно бы это погуглить. Ну, ладно. Кэролайн присылает мне цветную капусту. Ладно, Кэролайн, поговорили. Спасибо. Так, пёсель, сейчас я тебя полью, поглажу. Всё сделаю. Дожди. Окей. А, ты смотри-ка. А всё-таки 3 аккумулятора. Мёд у нас с вами обычный, дикий. Но он дешёвый. Я не знаю, он используется в каком-то рецепте или нет. Давайте пока что отложим. Это опять же нужно расширстить, проверять. Ну, торговка, рассказывай. Ботат, рядивая руда. За 900. Возьмём. Ладно, хотя бы что-то интересное то. Сказочная роза. Секундочку. А я могу из сказочной розы получить сейчас семена? Я понимаю, что семена, скорее всего, продаются. Давайте мы посмотрим водопады калика. Предметы интерьера. Красивая какая-то штука, да? И редкая семечка. А, это картина, чёрт побери. Ладно, я понял. Я на самом деле хотел сейчас заглянуть вот сюда и избавиться от крыльев. Я не знаю, можно и скинуть ящик. Чё-то не подумал об этом. Но здесь они продаются за 3300. И они мне точно не нужны, потому что в таком количестве я дома там оставил немножечко. Но вот сейчас как раз и вернём те деньги, которые потратили там на картины и прочее. Последние узелочки. То есть вот это мы с вами закрываем. Это готово. Наконец-то. Узелок готов. Давно нужно было сделать. Давай, забираем, чё у нас с вами. Ух ты, три розовых торта. Да, это круто, потому что их я есть не собираюсь. Их можно детям в качестве подарков давать. Я надеялся, что, ну там, мне один раз как раз мыши притащили, яблоки. Я такой надеялся. О, классно, может быть, ещё будут таскать. И нифига, с этих пор больше не таскали. Выключил запись и профукал момент. Как, в общем, я заработал 100 тысяч и заказал подвал. То есть Робин начинает у нас с вами работать. Но ничего страшного. То есть, по большому счёту, я продал ещё майонез. У меня сейчас задание как раз барабульку принести газу. Ох, хорошее. Я поставил поплавочек. Но вот только у меня есть проблема, что у меня наживки закончились. Тихо. Нормально. Спокойно. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё просто отлично. Crimson Fish. И всё-таки я это сделал. И это я выловил. То есть, сегодня я и заказал себе погреб. И мы с вами легендарочку поймали. Какого качества-то хоть? Золотого. А у меня... Ну, это потому, что очень много раз вырывалось. Что поделать? То есть... Вон, попал. Но вот, кстати, спасибо за подсказку. Вот то, что можно в АСД. То, что я этого не знал. Что при помощи них можно как раз двигаться туда-сюда по плавок, когда он... Ну, как бы заброс делаешь. И это очень полезно. Вот, я хотел вот это посмотреть. Он сказал, что он из этой коробки тоже будет забирать. То есть, я могу вот это сюда положить. Вот эту камбалу. Это мы, естественно, не продаём пока что. Это у нас подарок. Это выкидываем. Что ещё хотел? Всё? Да, вроде всё. Можно идти спать. Ну, понизвини. Я опять сегодня задержался. Ну, во. Батарейки-то по 500. Ну, просто так из грозы 500 неплохо. Камбала. Ну, то... В самом начале действительно рыбалка это выгодно. А сейчас уже, типа, не особо. Но зато у нас с вами через 3 дня появится погреб. Сегодня поймали легендарку. Ещё 10 тысяч в кармане. Можно даже что-то улучшить там. Кстати, что у нас по удаче? Ну-ка. Королева соуса. Бывает такое, что... Карповый сюрприз. Мы начали сготовить карповый сюрприз. Отлично. Предсказательница сегодня у нас. Несколько раздражены. Ну и плевать. Кирку хотел улучшить. Панька, привет. За меня не волнуйся. Я знаю, что у тебя много обязанностей вне дома. Мне в одиночку неплохо. Чего сейчас? Чё, чё, чё? Нафига мы вообще тогда женились, если в одиночку неплохо? Вон у нас Робин во всё старается. Тут мак у нас пророс. Разноцветный, кстати. И да, наконец-то у меня поспело вот здесь пшеница. А что я хотел сделать, сейчас покажу. Блин, сколько у меня всякой гадости в кармане. О, у меня огурец вот такой есть. Класс. А вот этот огурец сюда пошёл. Вот я из огурца сделаю еду. Так, берём с вами древесину. Делаем с вами... А может каменный? Каменный, мне кажется, будет как-то солиднее, да? Но я думаю, что вы уже многие поняли, что я хочу сделать. Делаем вот такой вот знак. И поставим его... Я не знаю. А я могу его дома поставить? Паня меня выгонит с этими знаками. Ха-ха. Слушай, я реально могу поставить. Прикол. Ну это бред. Здесь он плохо будет смотреться, да? Вот здесь где-нибудь поставить. Жалко, что у меня нету той рыбины. Ну, бог с ним. На самом деле это совершенно не важно. Может быть я даже эту рыбу просто-напросто продам. То есть могу поставить её вот сюда. И всё. Это не использует рыбу, но ага. Но это позволяет вот такую штуку сделать. Если я его подбираю, то тем самым скидываю то, что на нём было, да? Ну понятно, ладно, хорошо. Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск давайте завершим. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok